ДОКТОРСКУЮ КВАРТИРУ Через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода. «Ради бога, закройте окно, за нами следят!» Громко прошептал Говядин, входя в столовую. «Спустите шторы!» «Нет, лучше не спускайте, Дмитрий Степанович, я послан к вам!» «Чем могу служить?» – насмешливо спросил доктор, присаживаясь за стол, покрытый грязной, прожженной клеенкой. «Садитесь, рассказывайте!» Говядин схватил стул, кинулся на него, поджав под себя ногу и, брызгаясь, громко зашептал в самое ухо доктору. «Дмитрий Степанович, только что на конспиративном заседании комитета учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения!» «Министра?» – переспросил доктор, опуская углы рта, так что весь подбородок собрался складками. «Так-так, а какой республики? Не республики, а правительство! Мы берем в свои руки инициативу борьбы, мы создаем фронт, мы получаем машину для печатания денег, с чехословацким корпусом во главе двигаемся на Москву, созываем учредительное собрание. И это мы, понимаете, мы! Сегодня была горячая стычка, и сэры, и меньшевики требовали все портфели, но мы, земцы, отстояли вас, провели ваш портфель. Я горжусь! «Вы согласны? В это как раз время так страшно ухнуло за речкой с омаркой, на столе зазвенели стаканы, что говядин вскочил, схватившись за сердце. Это чехи!» Громыхнуло опять, и, казалось, совсем рядом застучал пулемет. Говядин, совсем белый, снова сел, подвернув ногу. «А это красная сволочь, у них пулеметы на элеваторе! Но сомневаться нельзя, чехи берут город, они возьмут город!» «Пожалуй, я согласен», – пробосил Дмитрий Степанович. «Хотите чаю? Только холодный!» Отказавшись от чаю, в забытье говядин шептал. Во главе правительства стоят патриоты. Честнейшие люди, благороднейшие личности. Вольский, вы его знаете, притяжный, поверенный из Твери, прекраснейший человек. Штабс-капитан Фортунатов, Климушкин – это наш, Самарский, тоже благороднейший человек. Все эсеры. Непримиримейшие борцы. Ожидают даже самого Чернова, но это величайшая тайна. Он борется с большевиками на севере. Офицерские круги в теснейшем блоке с нами. От военных выдвигается полковник Галкин. Говорят, что это новый Дантон. Словом, все готово, ждем только штурма. По всем данным, чехи назначили штурмы сегодня в ночь. Я от милиции. Это ужасно, опасно и хлопотливо. Но надо же воевать. Надо жертвовать собой. За окном раздались громкие, нестроенные звуки военных труб. Интернационал. Говядин согнулся, лег головой на живот Дмитрию Степановичу. Соломенные волосы его казались неживыми, как у куклы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова